Его пение очень реализованное. То есть, люди всегда напитаны, как же как-то пропадают, и без лести, и без всякого. Когда предные политики посвящают этому свою жизнь, то есть, это пение становится очень реализованным. Очень много приятного. Слышать эти вопросы. Я просто хотел бы немножко рассказать сегодня о день ухода, о чаре, прошлого. Надо все равно наше пение как-то немножко одухотворять. То есть, мы раз берем святое имя и рассматриваемся с всех сторон. И святое имя – это наследие наших ачаре, нашей традиции, нашей линии. И сегодня как раз мы отмечаем день ухода кого? Кто знает? Там написано около входа в алтарь, но есть календарь. Кришнадатская вираж, я с вами. Кто еще? Не подсказывай. Ракханатка. Я с вами Ракханатка. Батханатка. Что интересно, они ушли в один день. Вот как раз сегодня. Их самадхи, она находится на Ракхакунде. Когда мы делаем охот Ракхакунде, то есть, их самадхи там, вместе они, там, в трону. Один раз мы тоже обходили Ракхакунду. И туда нужно немножко пройти, чтобы попасть на их место, где самадхи непосредственно их находятся. И один раз я просто, группа пошла вокруг Ракхакунда, я откололся и пошел туда, именно к Самадхи просто. Ну, хотел там пройти и пополиться им. И подхожу, и сидит предный, вот, и он полностью отречен, полностью отречен и поет, вот, и в его голосе чувствуется именно вот это вот отношение, то есть, как бы, благодарность с качами. И он пел. Их самадхи, она находится на Ракхакунде. Я в глубоком пачиве и скалеясь перед шестью чувствами. Ши Рупой и гасвами, Ши Санатулой и Гасвами… Ши Рахунадх喂 бата и бата и блик… », Ши Дживой и Гасвами… Ши Гополой и бата и брак Свами… Которую танцуют по кастазе, поглощенный пением с любых именом Кришны Они и кьям любить Богу. и поскольку они никому не питают рожды они пользуются любовью и негодяев и честных людей представляете, да? что значит святые? то есть их все влюбили на них лежит благословление Господа Читаний и что бы они ни делали, каждому они приносят радость они целиком посвятили себя миссионерской деятельности цель которой спасти все обусловленные души материальной вселенной так что вспоминая о них мы просто молитвами обращаемся к ним то есть когда мы вспоминаем да, они прямо из духовного мира могут прийти к нам и как бы дать нам дашенцу это мы все можем почувствовать и вспоминать очень благоприятно в эти дни и просить просто их милости ну а как там еще продвигаться? сами подумайте только благодаря милости чистых, преданных, святых в отчаяниях вот и как раз вот эти дни то есть мы специально в календаре отмечаем да, то есть ну как можно допустим можно попаститься до обеда? докадыш да, еще на себя какую-нибудь маленькую брату взять это чистое недовольное допустим попаститься до обеда и в обед допустим попросить просто милости вот передовторем все то самое, сегодня как раз еще два дыши до кельтона ну а вообще, прости, очень благоприятно такое мнение как раз и мне вспомнить, что-то сказать ну специально выглядели да? ну специально выглядели да спасибо, Романгал, пробу вот видите, вот это вот золотистые, да, книжки вот ставят с правой стороны ну и не все здесь а кто написал? Читание Чаретану да, я даже с вами вот представляете? в старческом возрасте то есть в очень пожилом возрасте там сам про себя говоришь что мой голос дрожит, руки мои трясутся вообще как? я ничего не вижу как? как я вообще мог написать Читание Чаретану что Господь, если ты мне не будешь не кровать если ты не будешь писать моими руками то я вообще ничего не смогу сделать ее бредные очень как бы сильно просили то есть преданные Вриндавана они просили как бы записать игры Господа Чайтани и но до этого игры Господа Чайтани уже были описаны Вриндавана, да, с Кокуром там кто еще? где шуточка? в общем нет о канат в общем игры, детские игры и жизнеписание уже было до этого описано и он говорит а мне вообще неудобно писать потому что до меня мои старшие дяди уже описали наши игры но его настойчиво просили и он все-таки сделал этот великий труд это как бы духовное наследие для нас поэтому мы как бы выражаем ему свое почтение что мы имеем возможность соприкоснуться то есть то есть с Господом Чайтани через его жизнеписание да читание означает что? жизненная сила в действии да все ученики Господа Чайтани это вот это как раз ученики Господа Чайтани они все только Господь Чайтани когда он с ними встречался беседовал он их наделял каждой своими полномочиями определенными полномочиями вот они как учителя мы их называем ачарьи да тот ведет своим примером показывает своим примером как жить духовно жив и вот мы видим что на каждого на каждого была возложена определенная миссия допустим если взять конкретно их пример да то допустим Кришнадаска когда Ашгасвами вот он написал читание Чаритамре то Раконатка Ашгасвами он был примером именно в чем мы знаем его как такую преданную отреченную отреченность да то есть показывал что и в бабке то есть и в бабке есть тоже отречение да но мы знаем что наши отречения наши отречения в привязанности Кришне вот так мы просто там оставляем все материальный мир со всеми его требованиями читаем это майя и нет мы просто привязываемся к Кришне вот и Раконатка Бата это сам известен своими литературными трудами но его жизнь и писание оно мало изучено ну например Харидаска Кур да Господь Читания назначил его ачариям святого имени вот он показывает пример воскивания святого имени Рупа и Санатана на Госвами да то есть Господь Читания сам лично их наставлял а потом написали тоже литературные труды которые помогают нашей духовной жизни то есть на основании этих литературных то есть наставлений ачария да ты можешь продвигаться в духовную жизнь и Рупа и Госвами Рупа и Госвами по-моему научилась что как только вы услышали да об акте об об этих ну короче об этом пути да нужно сразу привязаться то есть не надо затягивать процесс нужно привязаться к наставлениям отчаяниям привязаться к наставлениям действовать согласно их наставлениям вот 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 поэтому мы собираемся поем то есть хорошее же общение благоприятное да ведь все люди уже проверены ни на одной хренами ни на одном празднике вот никто не пьет не курит вот мысли чистые да поэтому приятно находиться в таком обществе и здесь мы немножко так подзаряжаемся а потом мы можем уже общаться с другими людьми и на какие-то темы и так сказать своим общением давать им кришу в разной форме по-разному вот вот могут быть и такие моменты когда допустим может быть не всегда мы будем проводить в этом маленьком пространстве может у нас будут какие-то другие площадки и туда будут приходить просто приходить и представьте да вы сидите вот поедете только раз зашла там допустим какой-то из какой-то пробежки например бывают такие там пробежки там какие-нибудь а не раз туда все прибежали потому что кто-то кто-то вдохновил да и говорит а вот сейчас давайте пойдемте туда вполне реально такое может быть да и если у нас есть им что отдать да то есть их кришна пошлет к нам тогда мы должны быть готовы отдать им поделиться с ними ну аж то что мы как говорится тоже приобрели благодаря вот очень ну понятно да какое умное настроение то есть воспевание мы можем думать каких-то не сразу можно настроиться да а всегда попытаться как-то настроиться именно вот не самой действия понятия это вот очень благоприятно когда мы допустим нам дают какое-то вот духовное зерно да и мы можем уже воспевать именно вот в этом настроении то есть настроение благодарности да спасибо к этим учителям спасибо большое за ваше терпение дорогие прибыли походи с социальной не под Конечно беспокои так ну а это и и то с Звучит песня. 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 Звучит песня.